Подписанные в Минске при участии президента РФ Владимира Путина документы по Донбассу не помогают, а мешают Украине, считает глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону. Такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил Радио Свобода. Есть одна вещь, нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-2014 года Путин выиграл. Путин переиграл Украину, это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, не можем их переступить, чисто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть, сказал он. По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается играть на равных. Удается или не удается, и удастся или не удастся, не надо, это даже обсуждать, надо действовать, считает Кравчук. Также глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает неправильным, что Россия не несет ответственности за подписанные ей документы по Донбассу. Скажем, сейчас Россия занимает позицию, что она там, так сказать, наблюдатель, хотя подписывает документы вместе с Украиной, но говорит, она не несет ответственности за то, что подписывает, мол, это внутреннее. Война в Донбассе – это внутреннее дело Украины, вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может нам помогать, но не нам, так скажем, Ордло, такой позиции не может быть, сказал он. По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, надо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны, обязательно. Значит, это надо отрегулировать, надо отрегулировать механизмы, как эти решения принимаемые будут выполняться, и третье, надо четко, более четко, более ясно определить полномочия организации, которая это делает. Ну, скажем, в данном случае речь идет о трехсторонней контактной группе, полномочий ее каких-то выписанных уставом или каким-то документами не существует. Но много еще чего другого можно предложить, чтобы отработать тот механизм, который нужен. Но, ну, может, до этого времени и война закончится, тогда не нужно будет ничего менять. Я хотел бы, чтобы это произошло, объяснил Кравчук. Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не считает перенос инспекции украинских позиций у Шумов срывом Минских соглашений, объяснив причины этого срыва. «Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей касательно населенного пункта Шумы – это сразу срыв Минских соглашений», – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук послал координатору ОБСЕ Хайди Грау. По его словам, инспектирование позиций у Шумов было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков, которые в четверг потребовали проведения инспекции у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию. В 2014-м, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей с другой. Официальный РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске Украина, ОБСЕ, Россия и Нормандской четверки Украина, Германия, Франция, Россия. 5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа утвердила 12 пунктов минских соглашений. 12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленами, доступ к гуманитарным миссиям для помощи нуждающимся в возвращении Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны Петр Порошенко с российской Путин. Бывший народный депутат Украины, а также ближайший соратник пятого президента Порошенко Давид Жвания заявил, что Александр Турчинов сдал Россию Крым по указанию Соединенных Штатов. Об этом он рассказал 21 сентября в своем новом ролике. По версии Госбюро расследований, в потере Крыма виноват бывший президент Украины Виктор Янукович. Без сомнений, Янукович виноват во многом и в этом тоже. И я считаю, что украинский суд ему вынес справедливый приговор. Но законность и справедливость восторжествуют только тогда, когда понесут наказание и остальные, ответственные за потери Украины и Крыма. И обязательно главный виновник Александр Турчинов, утверждая Жвания. Попутно он отметил, что ответственность должны понести Яценюк и Порошенко, которые сделали все для того, чтобы население Крыма возненавидело новую украинскую власть и принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения. Почему украинская власть делала все, чтобы помочь Путину захватить наш полуостров? Есть несколько причин. Во-первых, мои подельники по государственному перевороту банально боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал и ненавидел. Уход Крыма вовсе не был для Турчинова, Яценюка и Порошенко той трагедией, которой он был для всех украинцев. Однако главная причина не эта. В аналогичной ситуации с Донбассом они послали армию и вооруженных националистов. Почему не послали в Крым? Потому что США запретили им это делать. Жвание утверждает, что администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Просто спустили команду не дергаться, ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет, кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США, они этим даже гордились. Если бы ГБР действительно провело настоящее расследование, финалом его были бы уголовные дела против Турчинова, Яценюка, Порошенко и многих других по статьям об измене родине, работе на иностранные государства, потере территории и геноциде собственного народа. Эти люди уже бы сидели, но, как видим, они не сидят. Видимо, США запрещает их преследовать, у меня нет другого объяснения. Бывший соратник Порошенко также заявил, что если бы ГБР действительно провело настоящее расследование, по его итогам были бы возбуждены уголовные дела против тогдашнего руководства страны по статьям об измене родине, работе на и странах государства, потере территории и геноциде собственного народа. Эти люди уже бы сидели, но, как видим, они не сидят. Видимо, США запрещает их преследовать, у меня нет другого объяснения. Кто-то запрещает некоторые вещи и нашему генпрокурору Ирине Венедиктовой, которая никак не может решиться открыть уголовные дела по моим заявлениям. Она жалуется, что якобы не может меня найти. Я ей помогу. Я подготовил письменные заявления в правоохранительные органы, не только в Украинске. По всем заявлениям, которые я делал ранее, в том числе и по обстоятельствам сдачи Крыма, сказал политик». Жвания добавил, что его словам о вине Турчинова, Порошенко и Яценюка в аннексии полуострова есть подтверждение. Напомним, ранее против экс-президента Порошенко началось расследование по 15 новым производствам. Об этом сообщено на брифинге его адвокатов Игоря Голованя и Ильи Новикова. 4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко. Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов. Мало было ему тех заявлений, которыми он завалил ГБР. «Теперь очередное производство имеет отношение к Кузнино-Рыбальскому», сказал Головань. «Он считает, что дела сфабрикованы. Производство открыли в СБУ. В них речь идет о статье 110 Уголовного кодекса. Посягательство на территориальную целостность. 109 Свержение конституционного строя. Захват государственной власти. Государственные изменения. Присвоение собственности. Финансирование терроризма. Вмешательство в работу компьютерных сетей». Адвокат добавил, что дела частично дублируют предыдущие. В некоторых из них он видит след Коломойского, поскольку в их фабулах много говорится о банковской системе. Напомним, в июле Новиков сообщил, что вынесено постановление о закрытии дела по продаже Кузнино-Рыбальском. По его словам, получено постановление о закрытии дела от руководителя следственной группы Олега Корецкого. Ранее в Крыму назвали три причины ухода от «незалежной» – это полное равнодушие Киева к региону и нежелание его развивать, агрессия в отношении населения полуострова и восстановление исторической справедливости. Крым находился в составе Украины 23 года. За все это время на полуострове ничего не менялось. Киев не уделял региону никакого внимания с точки зрения развития, сообщил политолог замглавы общественной палаты Крыма Александр Форманчук.